Так, друзья, ну что, всем привет! На связи с вами Денис Фетисов. Актуальный вопрос, который звучит часто, постараюсь сегодня на него ответить. Что лучше рассматривать для инвестиций? Коммерческую недвижимость или жилую недвижимость? Этот вопрос довольно-таки часто звучит, поэтому я решил вам на него ответить. Дать несколько таких, знаете, вот ключевых пунктов, на которых стоит обратить внимание. Прежде чем, конечно же, поделюсь этим с вами, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и колокольчик не забудьте поставить, чтобы не упускать ни одно видео, потому что видео у нас выходят очень часто, очень много, они насыщенные, полезные и дают точно понимание, с какой же стороны правильно смотреть на недвижимость. Самое главное, на что стоит обратить внимание, это вы должны понимать, что никогда нельзя использовать одну и ту же модель абсолютно в разном городе. Каждый город обладает своими преимуществами либо в одном, либо в другом. У каждого города есть свои подходы, свои клиенты, ну и так далее, и так далее. Поэтому, если вам кто-то скажет, что, к примеру, коммерческая недвижимость сегодня актуальна, а у вас город населением 150 тысяч, и там в основном шахтеры, ну, наверное, вы будете бить мимо. Для начала нужно понимать свой город, его возможности. Вначале вы должны понимать, кто ваш клиент, где он работает, чем он пользуется, сколько он платит за это, офис, не офис, вообще, как обстоят дела на рынке в целом, а потом уже рассматривать районы. То есть отдельно вы обязательно должны понять в целом, как город, какая у него, какая температура у него, на коммерческую или на жилую недвижимость, а потом уже понять, в каких районах определенная, какая есть температура. То есть, если в начале пути этого не понимать, тогда вы как будто бы, вот знаете, так, гадаете вот на кофейной гуще и не знаете, с чего же вам начать. Для этого не нужно спрашивать, для этого нужно конкретно двигаться по направлению, когда город вам ответит на этот вопрос и скажет, мне нужно вот это, мне нужно вот это, по такой-то цене, я готов платить 15 долларов за квадратный метр, там, за вот это и вот это. Образно, да? И тогда вы можете высчитать и понимать, выгодно вам вкладывать или нет. Это уже дальше. Но вначале вы должны понять своего клиента. Поверьте мне, когда вы поймете, окунетесь глубже и поймете, что, к примеру, у вас город просто промышленный, в нем 27 шахт, в нем 37 каких-то заводов и, в принципе, офисное помещение там вообще не актуальное. Торговое помещение, ну да, у вас два торговых помещения, в принципе, больше не нужно для вашего города. И вы понимаете, что рынку больше не нужно. Но приезжает много, к примеру, работников, которые приезжают в командировки, приезжают на заводы, работать, трудиться и так далее, так далее, инженеры какие-то. И им нужно, к примеру, жилье, жилая недвижимость. И тут вы можете как раз быть кстати. Поэтому вы должны рассмотреть, в первую очередь, что же в вашем городе есть. Это очень важно. Это было первое. Второе. Вы должны понимать для себя, какими инструментами обладает жилая и коммерческая недвижимость. Какие нужно использовать инструменты, чтобы построить системный бизнес на недвижимости, на коммерческой и на жилой. Потому что инструменты, к примеру, для коммерческой недвижимости, они одни. В маркетинге они одни. В жилой недвижимости совершенно другие. И вы должны понимать следующее. Вы коммерческую или жилую недвижимость покупаете для аренды или для перепродажи. Это все очень важно разграничивать в начале пути. Какую вы цель преследуете? Быстренько вложиться, быстренько продаться? За счет скорости сделать быстрее оборот? Или же вложиться и окупать, к примеру, 5-6-7 лет какую-то недвижимость? И тут вы находите для себя лучше варианты. То есть представьте себе, что вы уже начинаете на втором пункте понимать, под какого клиента, как ваш дышит город, что ему нужно, какая недвижимость лучше всего рассматривать, какая у нее доходность и так далее. То есть вы ответите себе сразу на эти вопросы. Вам не нужно будет придумывать. Перед тем, как инвестировать, вы уже ответите на эти вопросы. Третье, на что бы я обратил ваше внимание, это определить свои возможности. Что я имею в виду? Представьте себе, что люди думают, что если у них есть 50 тысяч долларов, то можно купить на них и коммерческую недвижимость, и жилую. И плюс-минус то и то может быть хорошим. Это вообще абсолютно так не работает. В одном городе, в котором вы проживаете, может быть за 50 тысяч долларов жилая недвижимость очень актуальна и хорошо окупится. А за 50 тысяч коммерческая недвижимость вы купите какой-то склад на отдалене Киева, образно, или там какое-то помещение, которое никому не нужно, и оно не будет сдаваться и будет вообще не будет приносить прибыль. То есть сумма инвестиций играет ключевую роль, понятно. Но важно под ваш кошелек, под ваши возможности определить и ту лучшую возможность. Пересмотреть рынок и понять, что же на рынке будет лучше всего работать сегодня. Опять же, возвращайтесь к первому пунктику, который мы разобрали в этом видео. Он позволяет дать понятный ответ, что лучше. Вот и все. Поэтому отталкивайтесь от своих возможностей, отталкивайтесь от возможностей города. Тогда будет проще понимать, что нужно, и предлагать только то, что нужно действительно. Ведь вы на самом деле не хотите угадать. Вы хотите понимать, что это будет более прогнозируемо. То есть на что вы можете повлиять. А чтобы прогнозируемо что-то вообще ожидать, вы должны изучать город и понимать, что нужно городу. Потому что клиент конечный платит вам деньги Вы зарабатываете с конечного клиента А кто ваш клиент? Тот, кто живет в вашем городе Тот, кто платит деньги, тот, кто зарабатывает Где-то работает, чем-то пользуется Вот это ваш клиент, вы должны знать именно его Так будет работать лучше Не идите от вашего желания Хочу коммерческую или хочу жилую недвижимость Так это модно, так это в тренде Вообще не слушайте этих экспертов Это полная чушь Идите от желания клиентов На сегодняшний день Потому что желание клиентов очень меняется И если вы сегодня оттолкнетесь от желания клиента То вы будете более-менее понимать И прогнозируемо видеть, что будет актуально Скажем, через полгода Через год Плюс-минус Представьте себе коммерческая недвижимость Сама по себе она в принципе дороже Но это первый пунктик Второй пунктик Это коммерческую недвижимость Чтобы сдать в аренду Нужно немножко использовать другие инструменты Нежели используются в жилой недвижимости Соответственно на маркетинг нужно потратить Значительно побольше И получается так, что вы же хотите коммерческую недвижимость Сдать таким образом, чтобы она на постоянной основе Приносила вам деньги Ну это же не жилая недвижимость Можно сдать в сутки Можно сдать в месяц И так далее Вы же хотите стабильность более-менее иметь Соответственно лучше, когда у вас есть выходы На какие-то сети Известные брендовые сети Которые с каждым годом развиваются Не падают ни в пандемии Ни в кризисе Ни во что Они постоянно развиваются Набирают обороты И вот сотрудничая с этими сетями Вы можете им предоставлять действительно Ту коммерческую недвижимость Которая им нужна Ну к примеру это сети Если же это офисное помещение Ну здесь тоже нужно отталкиваться От возможностей города Ну в любом случае Маркетинг будет мощнее Сильнее Соответственно немножко Сильнее нужно заморочиться Мало кто думает об этом Все думают Купил коммерцию И завтра ее сдал Нет, друзья Над этим в первую очередь Нужно думать Как вы будете И кому вы будете сдавать в аренду Эту коммерческую недвижимость Это очень важно понимать в начале Ну и наверное Основной пункт На который бы я вам Рекомендовал обратить внимание Это начните с того Что вам более понятней Если для вас более понятен Принцип и бизнес модель Инвестирование И в принципе Сдача в аренду Или перепродажи Недвижимости Жилой Для вас более ближе Вы понимаете больше В этом Чем в коммерческой недвижимости Заходите в жилую недвижимость Потому что Вы набьете меньше шишек Меньше ошибок Допустите Соответственно меньше Потеряете денег Или не потеряете Заработаете Я бы вам рекомендовал Всегда идти по наименьшему Сопротивлению В начале пути Откатайте бизнес модель И через время Потом посмотрите Какие минусы были Какие плюсы были Что нужно улучшить Что можно поменять И так далее Откатанная бизнес модель В жилой недвижимости Позволяет какую-то Иметь больше Уверенность Дальше переходите Уже Следующим этапом В коммерческой недвижимости Но уже Навыки Которых вы наберетесь В жилой недвижимости Помогут вам Также в коммерческой недвижимости Вы много нюансов Заметите За собой Какие вы могли просто думать Они появляются Только в момент работы Идеи Которые у нас Хранятся в голове Они очень Отличаются От того Результата Который мы воплощаем В жизнь Поэтому лучше Воплотить в жизнь Один раз И увидеть все ошибки Чем В голове носить Себе массу идей Массу бизнес моделей И так ничего не сделать Идите по на меньшему Сопротивлению Откатывайте бизнес модель И вы поймете Что лучше все будет работать Отталкивайтесь Всегда от первого пункта От возможностей Вашего города Все Друзья Коротенький ролик Хотел с вами поделиться Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь Обязательно Пишите ваши комментарии Что вы думаете По поводу этого Коммерческая Или желание Недвижимость Чего лучше начинать Интересно ваше мнение И до встречи В новом ролике Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...